Валерий Газаев Добрый вечер, добрый день, уважаемый Владимир Владимирович В прошлом году на прямой линии вы задавали мне вопрос по качеству и будущему нашего футбола, заметил заслуженный тренер, ваш вопрос я воспринял как прямое поручение проработать в нужном направлении Вместе с коллегами мы разработали и просмотрели, так сказать, практически весь мировой футбол, все лучшие национальные чемпионаты мира и Европы, разработали программу реформирования российского футбола, разработали программу реформирования национального чемпионата для того, чтобы вовлечь в систему детского и юношеского, профессионального, любительского и массового футбола у всей регионы Российской Федерации А также, конечно, с успехом внедрили и наследие чемпионата мира 2018 года. Ну и, безусловно, мы здесь хотим вспомнить и то, как мы сегодня пользуемся великолепным наследием Олимпийских игр 2014 года. Мы готовы продемонстрировать вам нашу программу для того, чтобы подробно ее сформулировать, подчеркнул он, говорит Газаев, а стыдно мне, Светоч, собака Аната Бешовец, 7 июня 2018 года, что касается нашего вопроса. Безусловно, все наши коллеги и сегодня все наше футбольное сообщество прекрасно понимает. Владимир Владимирович, какая загруженность у вас сегодня и занятость, сложность международной политической ситуации, поэтому у нас просьба, чтобы футбол остался в центре вашего личного внимания. Вы по духу победитель, вам большое спасибо за то, что мы сегодня празднуем и будем проводить чемпионат мира. Мы, безусловно, получили выдающуюся мощную спортивную инфраструктуру, которой нет аналогов в мире. И, конечно, эта инфраструктура будет базой тому, чтобы в будущем мы показывали безусловно большие и выдающиеся результаты, заметил Валерий Газаев. Газаев Путину, мы готовы продемонстрировать вам программу, чтобы ее сформулировать, еще Газаев Путину, мой вопрос в том, чтобы внимание к футболу было в центре вашего внимания, я смотрю, у нас мутка, два вырос, должность вице-премьера, ему срочно проф. Преображенский, собака, проф. нижние подчеркивания, приобрет 7 июня 2018 года, когда ведущие поинтересовались у тренера, в чем же заключается его вопрос, он элегантно вышел из ситуации, просто продолжив говорить. Я хочу вам пожелать, Владимир Владимирович крепкого здоровья, не смог договорить Газаев из-за повторной просьбы озвучить вопрос. Вопрос в том, чтобы, Владимир Владимирович, чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, наконец сформулировал он, что несет Газаев, Алексей Петровский, собака Петровская 104FM, 7 июня 2018 года. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, Владимир Владимирович, хочу пожелать, чтобы Господь бы к вас охранял, чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. САР, 7 июня 2018 года Пользователи сети сочли такое обращение к президенту России нелепым, они посетовали на то, что тренер отнял много времени и, по сути, не смог сформулировать вопрос, досталось ему и за некоторое косноязычие, которое, впрочем, легко можно объяснить нервами из-за общения с Владимиром Путиным в прямом эфире. Продолжение следует...